В форме стояла месяц возле администрации президента. Достаточно фотографий, наверное, есть в интернете. А сейчас стояла возле генеральной прокуратуры. В одиночный пикет со звездами подполковника. Евгения Мальцева, многонетная мама, у нее трое детей, сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний в отставке после 17 лет на госслужбе. Последние шесть с лишним лет борется за свое жилье. С Евгением Мальцевой беседуем в той самой муниципальной квартире, которую власти Москвы требуют освободить. Это обычная двушка в Хрущевке, которую получил в советские годы свекор ее сестры. Вышло, что после череды семейных трагедий Мальцева и ее трое детей остались одни. И суд счел, что они не имеют права жить в квартире родственников. В такую ситуацию попадаем не я одна. Это одна из схемок кражи жилья. Суды узаконивают то, что хотят должностные лица всех государственных органов. Они ставят жирную точку в наших правах. Все запросы властям закончились вот такой коробкой ответов с пересылкой жалобы в московский департамент городского имущества. Тот напоминал о решении суда. Выселение. Евгению с детьми сняли с регистрационного учета, с потерей всех льгот многодетной семьи и возможностей элементарно сходить в поликлинику. Весной против Евгении Мальцевой возбудили уголовное дело о самоуправстве. Мое заявление зарегистрировали, и по моему же заявлению в отношении меня же возбудили уголовное дело. Она держала голодовку, выходила с пикетами к администрации президента и генпрокуратуре. Последние после личного приема пообещали разобраться. Как пенсионер в СИН Евгения Мальцева стояла в очереди на улучшение жилищных условий. Говорит, что по закону государство уже давно должно было обеспечить ее собственным жильем. Мне больше ничего не надо. Я хочу, чтобы мои дети не проходили вот этот жизненный путь длиною в 6 лет мытарств и вот этого безумия, произвола, а жили в своей квартире, чтобы имели свою собственную крышу над головой. И не в 40 квадратных метров 5 человек, а в 90 квадратных метров, как положено, по закону. Официально, по словам Мальцевой, в очереди на жилье 64 тысячи сотрудников службы исполнения наказаний по всей России. Они объединились в общественную группу «Бездомный в СИН». По их подсчетам, на улучшение условий всех нуждающихся текущими темпами уйдет больше 90 лет. Они пытаются обратить внимание на свои проблемы. Создали группы в социальных сетях, выходят на акции, записывают вот такие видеообращения. Мы заслужили за 20-30 лет службы одну государственную награду на всех. Это статус бомжа России. Сотрудники и пенсионеры в СИН России требуют пересмотра незаконных решений судов карманными судами города Москвы, которые лишают нас этого права. Иван Воронин, Юрий Лебедев, Радио Свобода, Москва.